Девочка поступила в детскую областную больницу из села Оштовы Тегорского района в крайне тяжелом состоянии. На первый взгляд незначительная травма, полученная в детском лагере. Малышка проткнула ногу, дала неожиданные тяжелые последствия. Ей требовалось срочное вмешательство медиков, но родители девочки выступили против необходимых мероприятий по религиозным убеждениям. Они являются адептами секты свидетелей Иговы. Тогда защиту ребенка инициировала прокуратура Ватегорского района. Счет уже шел буквально на часы. Пришлось, естественно, все делать быстро, но на качестве это не отразилось, потому что была организована работа и сотрудников прокуратуры, и сотрудников милиции, в частности группы по делам несовершеннолетних, и органов опеки и попечительства администрации района. То есть совместными усилиями работа была проведена в течение суток, сделано и составлено исковое заявление и направлено для рассмотрения в районный суд. В качестве доказательства медицинские показания докторов. В состоянии девочки тяжелое, требуется срочная и квалифицированная помощь. По словам прокурора Ватегорского района Виталия Фомина, на суде отец ребенка пояснил, все в руках божьих, и сложные медицинские манипуляции ребенку ни к чему. Это признание и стало одним из самых веских аргументов для того, чтобы ограничить родителей в правах. Были собраны документы, подтверждающие, что такое поведение родителей противоречит интересам несовершеннолетних в данном случае. Сейчас функцию опекуна выполняет законный представитель, назначенный судом, органы опеки и попечительства Ватегорского района. Они и решают все вопросы, которые касаются медицинского вмешательства. Сейчас девочка находится в реанимации и получает все необходимое лечение. Но угроза жизни все еще остается. По всем детям, которые находятся в областной детской больнице, проводятся соответствующие лечебно-диагностические мероприятия. Задача любого родителя – оберегать своего ребенка. Таковы нормы и человеческие, и христианские. Отец Михаил в течение уже нескольких лет ведет активную работу против сомнительных религиозных организаций. Свидетели Яговы – одни из них. Деятельность этой секты запрещена во многих европейских странах и регионах России. И зачастую эти организации лишали регистрации как раз из-за подобных ЧП, когда люди в критической ситуации отказывались от медицинской помощи. С точки зрения христианской, православной, католической, протестантской, это бы было так. Да, родители должны любить, помогать, защищать ребенка от болезней, в частности, прибегая к медицине. Но свидетели Яговы, они не являются, я еще раз повторяю, христианами. Это большая часть специалистов, но все специалисты, которые я знаю, они причисляют ее к секте. Это секта, причем деструктивная, многие считают деструктивной. То есть секта, которая, наоборот, разрушает семью. И за последние два года на Вологодчине это уже вторая подобная история. В 2008 году от медицинской помощи отказались родители девочки, которой также требовалась срочная медицинская помощь. Они относились к секте братца Иоанна Чурикова. В тот раз спасти ребенка также удалось, лишь применив меры прокурорского реагирования. Анна Одинцова, Игорь Трифонов, Максим Тышковец. Новости Волгода.